Всем привет и, собственно говоря, возвращение блудного летсплейщика, который уже больше недели не снимал летсплеи. А перед началом я хотел передать привет Боуи Росикс, где сорян, что так долго не было у тебя привета, потому что серьезно замотался, забывал все время. Огромно тебе привет. И хочу передать большой привет Рику Росу. Кстати, похожая фамилия, не знаю, чего вы это вдруг. Так вот, привет вам, чуваки. Если вы также хотите получить привет, то просто напишите в комментариях и обязательно поставьте лайк. Я проверю. И, ребят, в общем, я хотел сделать перезагрузку канала и делать более качественное что-то, чем просто летсплейщики по сампику или каким-то другим играм. Но я понял, что вам это не нужно. Я вспомнил один коммент сейчас, который вот действительно хорошо описывает всех летсплейщиков. Когда в моей конфе начали спорить, что, типа, зачем вообще нужны летсплеи, это бессмысленная ерунда, которые даже люди забудут, что они смотрели там спустя несколько дней. И да, но один чувак ответил просто гениально. Летсплеи нужны, это без сарказма всякого, да, то есть на самом деле. Летсплеи нужны, чтобы скоротать время. И действительно, к примеру, ты проснулся утром, рано тебе нужно в школу идти, но ты видишь, что до школы осталось еще 40 минут, а ты уже все сделал, почистил зубы, умелся, забрал портфель, заправил кровать, оделся и уже готов войти навстречу приключениям. И что же делать тогда? И бац, ты заходишь на ютуб и начинаешь смотреть, зыркать своего любимого ватсплейщика. И, в принципе, ты действительно кратаешь себе время какими-то действительно хорошим занятиям. То есть, знаете, не в подворотне, там это с кем попало куреша, смотришь ютубчик, ютсплейщику своих любимых и так далее. И я подумал, раз вам это нравится, я решил радовать своих зрителей, находить новых и, в принципе, сам наслаждаться тем, что я делаю, если этим у меня можно наслаждаться. Я решил продолжить снимать сам. Вы сейчас увидите, что я нахожусь на Диамонт Амбер Ролиплей. Так вот, и я решил отсюда никуда не уходить на кварц, потому что, блин, мне, мне серьезно просто неохота, бессмысленно, серьезно, ребят, бессмысленно качать новый аккаунт на кварце, когда есть хороший аккаунт на Эмбере. И отсюда я уходил по большей части из-за денег. Из-за того, что я слил, если уж так на честноту говорить, из-за того, что я слил себя в казино, у меня началась дезморальность. То есть, знаете, миллион, потенциальный миллион, который я мог бы потратить на какой-то хороший бизнес, даже АЗС-ку взять по ГОСу, у которой Финка даже самый плохой, который находится где-то вот тут, сейчас покажу. Так, если не ошибаюсь, ну, где-то в этой области, вот она, по-моему, там Финка была бы около пяти тысяч, и это неплохо, а в какие-нибудь хорошие дни, там она и 20, может, и ходила. К тому же, я думаю, что вы бы, я бы сделал нам дешевый бензин, и вы бы тоже там заправлялись сидеть, и действительно Финка была бы. Но вместо этого я пошел и слился в казино. Ну да, не ходите в казино, хотя я сегодня пошел. Кстати, насчет этого, расскажу такой вот случай, даже эта серия будет называться что-то типа «Ох уж это казино» и так далее. Так вот, ребят, у меня сейчас 283 тысячи, и я больше не пойду в казино, как минимум пока что. Я расскажу вам историю, которая приключилась со мной, это не история, просто даже рассказ моих похождения в САМПе за то время, что я не снимал. В общем, позавчера я решил сделать для вас ролик, опять же, с мифами о тактиках казино. То есть, я думаю, знаете, тактики там «Тайм» прописать там много раз, там «Биллс Дракс» написать, там еще какие-то команды, там может быть, цветы передать, паспорт кому-то показать. Там некоторые вообще числа просто в обыкновенный чат пишут, к примеру, там «228-1337» и так далее. Даже не зная их название, то есть обозначение, что они обозначают, пишут эти цифры по статейке «Биллс Дракс» и «228-й» пустить. Ну, да ладно. Так вот, и я решил сделать разоблачение этих тактик. И разоблачение у меня получилось, потому что я снил где-то 1140, которые вы могли видеть в прошлом ролике, там, где я сам удивился, что два чувака ввело мой дник. Спасибо вам большое, эти деньги, в принципе, они не ушли понапрасну в казино. Они привели, можно сказать, свой вклад, что я вот сам на себя 100% уверен, что тактики, нет рабочих тактик, которые вот именно сделаны. Не пораздумать там мозгами и там ставить, допустим, на удвоение, то есть поставил 1000, проиграл, поставил 2000, проиграл, поставил 4000. И ты получаешь больше денег, даже если проиграешь все остальные, но выиграешь самую большую свою стоимость. Я думаю, вы поняли, что я сказал, если нет, то пересмотрите, это сложно. Ну, а быть может, я дурак или что-то перепутал. Так вот, а все тактики, которые там передать что-то, да, отчасти они работают, но это эффект плацебо, эффект самовнушения. То есть даже бывают такие случаи, что, напомню, в серьезе, я уж не помню, где я читал об этом, даже не смотрел ролик на ютубе, где это может быть обманом, а читал об этом, что в какой-то стране, я уж не помню, серьезно, но это не важно, жил чувак, ну, у него была болезнь, от которой врачи не знали лекарства, и то есть они не могли ничем ему помочь, и они просто давали ему пустые ампулы. И под действием самовнушения они говорили, что это действительно очень мощный препарат, который в ближайшее время поможет. Он излечился, то есть у него проблемы, думаю, с сердцем какие-то были, я уж точно не помню, и у него эти проблемы прошли, и, в принципе, это эффект самовнушения. Так и здесь, если чувак выиграл, используя там какие-то там тайм-тайм-тайм прописки, он говорит, да, это тактика, так, блин, я уверен, что даже если он этот тайм бы не прописывал, он бы все равно победил бы. Ну, да ладно, это лично мое мнение. Так вот, пошел в казино, слил 140к, и, в принципе, на этом закончилось все. Нет, конечно. У меня оставалось еще немножко денег, я еще подзаработал на разводчике товаров, после пошел еще этим механиком работать, который там нужно автозавчасти делать, и, короче, заработал суммарно 1030. Пошел в казино, поднялся до сотки, и угадайте что? Угадайте, угадайте, нет, я не поднял это до 280 тысяч, я все снил. И у меня осталось 900 баксов, тогда меня осенило. Нужно, нужно работать, и я решил поработать конкретно в казино. Я устроился к рупье, и за 1 час, ребят, я заработал 200, ой, какой 200? Я заработал 27 тысяч, ребят, 27 тысяч, даже не за час, а за 30 минут, это было просто удивление. Я думал, они получают там 5 тысяч, 5-10, но это серьезно нудно, это нудно работать, и долго я не смог это проработать. Я проработал 50, блин, не 50 минут, а полтора часа. Второй же период, когда я вот ровно до ПТ это сидел, кстати, стол поймать достаточно сложно, но мне повезло второй раз, потому что к рупье просто оффнулся, может, его крашнуло или еще что-то, и я просто встал за стол. Я, в общем, сидел в течение часа за этим столом, крутил-крутил, и в итоге получил 30 тысяч. Это было мое разочарование, потому что в прошлый раз за полчаса я получил 27 тысяч, а за этот час я крутил ставки намного больше, то есть там были по 300, по 400 тысяч один раз, то есть там по 200, по 100 тысяч несколько раз было. А предыдущие, то есть в прошлом часу я крутил там по 1020, 30, 40, по 50 там максимум было, но 100-ки там точно не было. И это было мое удивление, хоть я заработал там много, 30 тысяч за час, это действительно круто, но, блин, я ожидал, что я заработаю больше. И мне кажется, я, конечно, не уверен, а считает, что вы можете поправить на комментариях, если вы шарите, если, короче, вы просто знаете, да. В общем, от чего зависит зарплата к рупье? От того, сколько он ставок сделал, или от того, на какие суммы он эти ставки делал, я просто хазан считаю этого, потому что если от каких сумм, то можно просто по косарю все время тыкать, там все время на косарь будут играть практически, потому что, ну, блин, многие играют на косарь, чтобы у них там маленькие числа подали многие, потому что это единичные деньги и так далее. Поэтому просто крутить на косарь, зарабатывать по какому-то, по какой-то сумме денег, а быть может 30 тысяч, это просто было ограничение, чтобы админы зато подумали, типа, да бы, ну, если он будет там крутить какие-нибудь там по 10 мямов, да, такое может быть, если повезет конкретно, то есть на какие-нибудь донатеры придут, мажорчики и начнут там играть в казино по несколько мямов, он там заработает за час, скажем, 200 тысяч, если это все делать по системе, какой-то там части, к примеру, там 0,5 процента от ставки или какой-то еще. И, да, он заработал там 200 тысяч, это как-то многовато, быть может, они просто решили ограничиться 30 тысячами. Ну, не знаю, напишите свое мнение в комментах. И, ребят, я крупье заработал 50 тысяч, и после начался под полный капец, о котором я не знаю объяснения, мне просто начали очень часто упадать числа 20-19, и даже мне, я помню, чисто выпало 20-19-20. Вот в этом же последовательности, три раза подряд эти большие числа, я просто офигел. И, короче, таким вот образом я сначала первые минуты, наверное, 30 сидел, я заработал тысяч, наверное, 70, нет, даже, не 70, а где-то, наверное, тысяч, наверное, 100. А за последние две минуты я поднял 100 тысяч и поднял 80 тысяч. Ну, понятное дело, это ставки были, да, я один на один играл сегодня чуваком, который мне сам предложил, но там еще комиссия была, и в итоге у меня получилось 283 тысячи. Вот такая вот история, но теперь начнем ролик. Сорян, если она была слишком длинная, но если вы снариндить этот момент, то можно и лайкос поставить. Ладно, не буду лайка-выпрашивателем, хотя буду лайк, ставьте лайк, ладно, неважно. И, ребята, в этой серии я решил купить себе какой-нибудь дом. И в следующий я буду купать себе машину. Машину, скорее всего, буду... Так, он за 350 тысяч продает, но мне столько нет. Я буду брать за 200 тысяч дом и, в общем, машина. Что касается машины, я решил купить себе Глобер и просто офигенно его затюнить. Даже, быть может, что-то от перфоманса поставить. Но, знаете, не тех деталей, которые стоят дорого, они просто дегенератские, даже нет. Быть может, они нормальные, просто админы на них... Ну, не админы, а разработчики, соответственно, те, кто занимаются модом, на них просто, не знаю, конечно, положены и просто ими не занимаются. И фризы они устранять не собираются. Зачем нужно? Люди и так его покупают. И я, быть может, куплю пару деталей, которые, знаете, там, хоть как-то изменяют его скорость, там, на немного, но стоят по тысячу, может, 5-10. Посмотрю. Так вот, а в этой серии я, короче, поеду купать дом. Давайте-ка сейчас подам объявление. И если найду кого-нибудь покупать, то уже продолжим. В общем, ребят, нашел я сейчас чувака, который сможет мне продать дом, который вот сейчас написал продам дом эконом-класса. Так, только я не совсем понял, зачем он написал. Возможно, он это раньше отсылал, когда я ему писал. Перезошел сейчас в игру и еду сейчас в казино на такси. 200к, в принципе, за дом это не так много. То есть, это даже дешево, можно сказать, 200к за. И на 82 тысячи в следующей серии уже будет тюнить свой клевер потенциальный, которого у меня еще нет. Так вот, прошло, кстати, уже немало времени. Я просто, ну, не играл. До ПД я-то сидел сначала. В мэрию хотел уступить, чтобы за П получить ЛБ. Ну, блин, не успел. Там мне сгнут не хватило, чтобы мне инвайтами. Потом, короче, в 10к зарплата пришла. То, что я несколько ставок еще в начале ПД я подделал. Это капец. 10к за несколько минут поднял. Серьезно. Так вот, значит, там, скорее всего, ограничения стоят в казино. И сейчас подъехали. Нужно искать нам Ника. Ника, Ника. А где наш Ника? В общем, отправил ему сейчас сообщение. Я у казино. Но что-то я сейчас не вижу его. Так. Госаревна. Ну, блин, ну какое соревнование? Это такси против КРчика. Ладно, смотрите. Ого. Так. Считай. Считай. Сарян уже купили. Ну, ну, серьезно. Ну, а, блин. Ну, как так-то? Три. Давайте-ка. Сейчас, смотрите, какое. Два. Один. Ого. Смотрите. И просто делал. Ох. Вот такое вот. Вот такое вот, короче, получилось у нас соревнование с ним. Ладно. Так. Это я, Богдан Элизаров. Так. А я не совсем понял, кто это. Может, какой-то чувак, давайте мы ответим. В общем, того чувака я действительно узнал. Это был не Кэмп, а на огромной тепле. Это чувак, если ты досмотришь их. В принципе, там ему не мог просто отвечать. Потому что немножко был занят покупкой дома, который сорвался. Потому что мне он не понравился. Вот потому что он был в месте, там, где было очень много домов. И я хочу себе купить именно дом. Он там был, знаете, как квартира. Вот именно квартира. Он был у вас в Вентурсе. Место было неплохое. Но если бы он был там отдельный дом, я бы купил его за 200 тысяч, него предлагали взять. А он был, как, не знаю, как будто квартира. Поэтому я не захотел взять. И поэтому буду сейчас еще искать себе дом. Вот, короче, вот этот чувак Ника Раэла, который продает дом. Так, чувак пишет, снимаешь? Да, снимаю. Повезло. Вот серьезно, многие пишут, снимаешь? Когда я не снимаю? Мне это жутко бесит. А это да. Давайте, короче. Да, снимаю. Ответили великолепно. Все, и давайте сразу передаю огромный привет. Марио Хавк. Наверное, правильно? Так помилево читается. А, Хавк. Это, по-моему, это сплещик такой есть, если не ошибаюсь. Я могу ошибаться, короче. Точно не помню. Вроде я где-то такого видел. Так вот, передай привет. Уже передал. Так, окей. Давайте напишем. И, ребят, в общем, я видел один дом, который находился где-то, если я не ошибаюсь, вот в этой части, по-моему. Я могу ошибаться. И там он был по ГОСу, но я не посмотрел, сколько он стоит. Мне кажется, он стоит тысяч, наверное, 300-350. Вот, короче, по-моему, вот этот дом, который, вы видите, сейчас зеленый стоит. Но мне кажется, если он был бы какой-нибудь дешевый, его бы быстро взяли. Свидон, наверное, элитного, но как минимум среднего класса. Давайте посмотрим. Тысяч, наверное, 600 стоит. Мои предсказания. Так. И смотрим. 430 тысяч. Да вы знаете, в принципе, по ГОСу это не так уж и много. Давайте еще раз посмотрим. Просто я сел в такси, чтобы оно не исчезло. Так, короче. А, тут не написано, сколько за нее платить. Печально. Короче, еще сейчас подал одно объявление. И, наверное, придется работать мне все-таки в казино. Да-да, именно работать к рубье, а не сливать деньги. И, знаете, я попробую провести такой эксперимент. И в следующем ролике расскажу вам, что у меня получится. Весь час я буду ставить только маленькие ставочки. И посмотрю, сколько я заработаю. И если да, то это намного проще. Потому что эти ставочки по одному К, они почти всегда срабатывают. И поэтому ты, если там где-то именно зарплата от того, сколько ты ставок поставил, а не их сумма. Тогда, да, ты действительно много больше будешь зарабатывать. И если будешь ставить все время по тысяче. Ну, а если не сработает и получу я мало, так как бы потеряю время свое, потеряю деньги. Но зато вы будете знать и не попадетесь на эту уловочку такую вот. Ладно, ребят, давайте-ка сейчас переоденусь и пойду, наверное, поработаю. А ролик на этом будет заканчиваться. И в следующей серии я уже начну его с того, как буду покупать себе дом. А продолжу тюнингом своего клоуэра. На этом у меня все, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Бурбон. Всем пока.